О чем же мы сегодня будем говорить? Будем говорить о небольших хитростях, которые могут сократить время, которое вы тратите на создание, оформление чертежей. Какие-то из этих вещей вы и многие из вас может быть уже знаете и каждый день пользуетесь. Но какие-то могут быть для вас абсолютно новыми. И рассмотрим такие вещи, как QuickView, быстрый просмотр чертежей. Detached Drawing – это открепленный, так скажем, отвязанный чертеж. Новинка 2012 версии – это Highlight Changes, выделение изменений на чертежах. И посмотрим некоторые приемы работы с Bill of Materials, с табличкой Bonds, спецификацией в спорках. И поговорим немножко о цвете фона на чертеже. Сейчас давайте начнем. И начнем с QuickView и Detached Drawing. И первое, то что я сделаю, открываю Solidworks и открою один чертеж. Немножко занимает времени. И Solidworks нам говорит, что модель не найдена. Хотим ли мы ее найти сами? Ну, бывает так, что найти модель занимает у нас сколько-то времени. И на самом деле, если мы нажмем No, то модель просто не будет загружена и чертеж видов мы не увидим. Но, я думаю, иногда бывает так, что вам нужно увидеть этот чертеж, что он из себя представляет, может быть, в другом формате. Он у вас не пересохранен. PDF, DXF. И можно посмотреть его содержимое. Для этого есть специальная функция. Я выбираю чертеж. И в типе Node, когда я делаю именно Open через окно Solidworks, я могу выбрать такую вещь, как QuickView. Нажимаем Open. И чертеж, во-первых, загружается намного быстрее, потому что модель не загружается. Он помнит такой вот предварительный просмотр, последнее, то, что на нем было. Единственное, что, как вы можете заметить, различные действия и деревопостроения в QuickView недоступны. Все команды у нас серые. Но, зато мы можем посмотреть наш чертеж, проверить, тот этот чертеж или нет, и так далее. И, если нас устраивает этот чертеж, да, мы хотим с ним дальше продолжать работать, то можно нажать правой кнопкой на любом месте чертежа и выбрать Load Sheet. Ну, опять же, говорит, надо найти модель. И давайте ее найдем. И такая тоже небольшая, так скажем, новинка 2012-й версии Solidworks. Теперь нам не обязательно выбирать конкретный файл, который ищет Solidworks. Достаточно выбрать просто папку Mates. Здесь уже находятся все нужные файлы, которые требуются. Будь то это чертеж, который мы открываем, или сборка. Вот, и просто нажать ОК. И наш чертеж полностью нормальный и открыт. Так что мы его пересохраним. И посмотрим, что же такое Detached Drawing. Откреплен, открепленный чертеж. Первое, как его создать. Файл, Save As. И в типе файла выбираем не Drawing, а Detached Drawing. Расширение файла абсолютно точно такое же. SLD DRV. Но это будет, так сказать, такой открепленный чертеж. И добавим к нему какое-то имя. И сохраняем. Что мы можем видеть? Detached Drawing у нас нужно определить по тому, что у него такая цепь разорванная с моделью. Это значит, что модель наша не обновляется при открытии чертежа. Если мы посмотрим на размер файлов Mates и Detached Mates, то разница буквально в 20% размера, то есть файл Detached Drawing становится немного больше, но при его открытии модель не загружается. Соответственно, он работает быстрее. Это очень хороший и удобный способ для работы с чертежами больших сборок. Что мы можем здесь делать? В общем-то, мы можем здесь выполнять абсолютно любые действия. Мы можем... Наш чертеж, кроме создания видов. Мы не можем создавать виды. Для того, чтобы их создавать, нам нужно загрузить модель. Что мы сделаем? Я открою одну деталь, а наш чертеж закрою. и я изменю ее. Сделаю небольшое изменение. Сохраню и закрою. Открою Detached Drawing. Кстати, очень удобное окошечко Reason Documents, в котором можно вставить такие пинс, чтобы закреплять документы, которые мы используем в последнее время. и Detached Drawing нам говорит, что лист содержит виды чертежа, которые не обновлены. То есть, информация, которую мы здесь видим, может быть уже неактуальна. Что мы можем сделать? правой кнопкой на любом виде и Load Model. Да? И загружается модель и обновляются все наши виды. Теперь нам достаточно сохранить и этот файл он все равно останется Detached Drawing, когда мы его в следующий раз откроем. Если же мы закончили образмеривать, допустим, большую сборку и хотим опять обратно сделать обычный чертеж. Нажимаем Save As и выбираем тип чертежа обычный Drawing. Заменим старый и теперь этот чертеж у нас обычный. И еще одно небольшое так скажем новшество. Если мы посмотрим Options и Colors здесь есть такая галочка начиная с 2012 версии Solidworks Use Specific Color for Changed Drawing Dimensions On Open и это означает то, что если ваша модель изменилась со времени последнего сохранения, при открытии чертежа размеры, на которые это повлияло, будут выделяться каким-то определенным цветом. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Изменим опять нашу деталь, сохраним и откроем наш чертеж. Мы можем сразу увидеть, что у нас со времени последнего сохранения нашего чертежа повлияло на два размера. И у меня они выделяются оранжевым цветом. Когда я сохраню этот файл и в следующий раз открою, то они уже будут нормальные серые. Но если что-то еще изменится, то они также выделятся оранжевым цветом. Так что мы рассмотрели такую вещь, как быстрый просмотр QuickView и Detached Drawing открепленный чертеж, который, еще раз повторюсь, очень удобно использовать при работе с большими сборками. Он не загружает в память всю сборку, как обычный чертеж. Следующее, о чем я хотел бы поговорить, это сортировка таблички Bill of Materials, таблички BOM. И давайте посмотрим. Для начала откроем один чертеж и у нас есть табличка BOM. Самый простой способ ассортировать наши позиции, это, конечно же, взять за какой-либо ряд и мы можем их передвигать. Они поменяют свое местоположение в списке и номер позиции будет выставлен в соответствии по порядку. Один из удобных способов сортировки, когда вы сами знаете, какая позиция под каким номером должна быть, вы можете добавить их сами. но сделать это можно таким образом. Добавим колонку и назовем ее допустим сортировка и будем назначать какие детали у нас какие номера. Это будет у нас первая. Дальше уже как правило вы сами знаете какие номера у вас должны быть какие бы вы хотели видеть. 6 пусть будет вот таким образом я сейчас все пронумераю 12 и 14 и мы добавили свои номера под какими мы хотели бы их видеть. Также эти номера мы могли добавить и в свойствах деталей и подсборок чтобы затем с помощью этого номера сортировать. А затем правой кнопкой на колонку и выбираем функцию сорт и сортировка. Ок. и в данном случае наша табличка сортирована в соответствии с нашими номерами и номера позиций выбраны правильно. И нам остается только скрыть этот столбец. Чтобы это сделать я нажимаю на этот большой крестик в левом верхнем углу нашей таблички и выбираю функцию height show в которой я могу выбирать ряды и столбцы которые я хотел бы скрыть. Допустим ряд сортировки нам не нужен и шайба нам не нужна тоже. И таким образом наш вспомогательный ряд для сортировки полностью скрыт и не виден. И табличка сортирована в соответствии с нашими пожеланиями. Давайте добавим еще один столбец и выберем там свойства материал. Я думаю многие из вас встречались с такой вещью когда в какой-то детали свойства материал задано но материал не задан тогда табличка отображает material not specified пустые поля соответственно в этих деталях нет свойства материала и там где оно есть соответственно оно читается из деталей. как скрыть свойства материал можно это сделать с помощью уравнений эквошен и на самом деле с помощью уравнений можно делать много полезных вещей и сортировать нашу табличку и делать изменения в ней но давайте добавим уравнение к этому столбцу и выберем что мы будем использовать функцию if какое свойство материал если материал у нас равно его значение будет материал материал not specified то точка запятой что мы будем делать мы присвоим ему значение пробел и присвоим это свойству материал подробнее как пользоваться функцией if и другими вы можете найти в хелпе самый простой что если у нас надпись material not specified то мы хотим в табличке заменить ее на пробел и мы можем видеть все позиции где у нас материал был не указан и было написано not specified это значение в табличке исчезло расставим номера позиций и расставим для этого вида изометрии делаем это автоматически и начиная с 2012 версии solidworks эти номера позиций они у нас привязаны к таким вот magnetic line с помощью которой мы можем очень красиво удобно и быстро расположить наши номера позиций это свойство пришло из такой программы как 3d via которая изначально была создана для создания пользовательских руководств и руководства монтажу и сборки для автомобильной промышленности но затем она стала доступна и для обычных кадров и для solidworks в том числе что то у нас еще есть таблички если мы нажмем такие стрелочки вбок то тут есть небольшая иконка сбоку там везде стоит номер 1 но на самом деле эта иконка означает то что у этой позиции есть выноска на ее номер если я удалю один из номеров позиций то мы можем сразу же увидеть что номера 5 выноски на чертеже у нас нигде нету и соответственно ее нужно добавить вручную или автоматически также начиная с 2010 12 версии мы можем включить для номеров позиций такой параметр как quantity мы можем сразу же указать количество и можем указать различными способами какие предлагает Solidworks тоже очень удобный параметр когда у нас открыто сбоку около таблички вот это вспомогательное меню и мы будем подводить курсором к нашим деталям и под сборком то мы увидим их предварительный вид что позволит нам очень удобно и удобнее и быстрее разбираться в наших больших сборках и также работает и связь между табличкой и видом чертежа я могу выбрать нужную строчку и я увижу выделенный розовым эту позицию на всех видах и точно так же работает и обратная связь если я щелкну на какую-то деталь в модели то соответствующая строчка выберется в табличке спецификации что очень-очень удобно для ориентирования в наших сборках следующее то что хотел бы рассказать уже больше такая касается дизайна и того что вы видите это цвет листа как вы замечали в Solidworks цвет листа имеет вид какой-то картинки как правило каждый год она меняется не всем это всегда нравится и кто-то хотел бы это поменять как это делается в System Options и в меню Colors можно установить галочку Use Specific Color for Drawing Paper Color и в скобочках написано Disable Image Sheet Background если мы поставим эту галочку то картинка уберется а Paper Color будет выбран из этого списка который у нас указан в Paper Color и мы можем установить абсолютно белый если кому-то это нужно как правило абсолютно белый может быть не очень хорошо потому что немножко ярковато для глаз и мы можем убрать эту галочку и обратно поменять на картинку которая была использована как же поменять эту картинку и к сожалению из настроек Solidworks это сделать нельзя но это можно сделать найдя соответствующий файл в папке Solidworks вам нужно зайти в папку где проинсталлирован Solidworks Solidworks то есть Solidworks Corp Solidworks Data Images и Drawings и по умолчанию там содержится всего один файл который называется sheetbackground1.bmp заменив этот файл на какой-либо другой мы поменяем цвет фон нашего чертежа и я его поменял на вот такой вот мы должны заново открыть чертеж пусть будет вот этот наш поменялся вот ну и мы можем выбрать абсолютно любой фон скачать из интернета и они там есть ну допустим вот такой вот фон который есть след от грязной кружки от кофе что может быть больше похоже на обычные чертежи мятая бумага и кружка от кофе вот так следующее я думаю многие из вас видели такую надпись sheetformat could not be located когда мы создаем новый лист чертежа каждый раз приходится выбирать правильный темплейт нажимаем создать новый лист и мы видим эту надпись я думаю многие видели кто-то вообще не видел многие видели и это нас порядком раздражало мы должны выбрать правильный чертеж что же мы можем сделать должны чтобы не видеть этой надписи правая кнопка на чертеже и в properties template от документа мы должны указать какой sheetformat какой какая рамка чертежа соответствует ему и когда у нас это указано при создании нового листа мы у нас не будет никакой проблемы и у нас будет включаться тот sheetformat который указан в настройках document template единственное что это вы должны сделать в document template вы должны в properties указать соответствующую рамку соответствующий sheetformat и сохранить этот темплейт и тогда вы больше не увидите этой надписи так происходит перетаскивание видов с одного листа на другой сделать это можно только в дереве построения если мы хотим мы здесь уже создали какой-то вид может быть образмерили но затем подумали что мы хотим его видеть на другом листе то сделать это мы можем сделать это прямо в дереве построения и перетаскиваем его теперь здесь на самом деле точно так же можно виды еще и копировать копии и в другом листе паст окей паст и копировать виды мы можем не только с помощью edit а также ctrl-c ctrl-v так как и обычные элементы windows и еще копируем обратно его так и добавим сюда и зачастую у нас у нас shit scale 1 2 но зачастую какие-то виды у нас имеют другой масштаб ну допустим изометрия нам не очень важна и она у нас стоит маленькая как же сделать подпись для этого вида что у него масштаб такой-то конечно же это можно сделать вручную но это будет неудобно в том плане что если вы измените масштаб то надпись ваша останется но мы это можем сделать с помощью ноут единственное что перед запуском ноут мы выбираем правильный вид чертежа запускаем ноут и выбираем такую вещь как link to property связь со свойствами и свойство current document и называется оно view scale масштаб того вида который непосредственно мы выбрали перед нажатием кнопочки note и затем если мы изменим масштаб то наша надпись изменится тоже хорошо то Продолжение следует...